Привет! Цифра или аналог? Этот спор не утекает и в 2022 году. В этом видео я расскажу о своем взгляде на эти системы и о выборе, который я совершил. В конце этого видео вы узнаете, почему, перейдя на цифру, я не расстался с аналогом со шлемом Cobra X. Поехали! Итак, можно сказать, что существует два больших класса таких FPV-систем. Это аналог и цифра. Каждый имеет свои плюсы и минусы. Итак, начнем с более старого, на чем летает, наверное, большинство, с аналогом. Плюсы аналога, а их, как оказывается, очень немало. Первый плюс – это более функциональная OSD. Современные прошивки полетных контроллеров позволяют настраивать многие параметры через OSD. К сожалению, при использовании цифры мы зачастую лишаемся этой возможности. Второй плюс – это более низкая цена. Как ни крути, но аналог дешевле цифры. Если, конечно, не рассматривать четвертую OLED Skyzone за 45 тысяч рублей, или сколько там они примерно стоят. Третий плюс – это более легкий вес. Четвертое. Дальность полета ограничена, по сути, вашей фантазией и финансовыми возможностями. Поскольку они зависят от мощности видеопередатчика, от коэффициента усиления принимающих антенн, от качества этих антенн, то летать можно на 50-60 километров. Как захотите. А то и дальше, наверное, можно. А, конечно же, теплая ламповая аналоговая картинка с аналоговыми шумами. Это, несомненно, тоже плюс. Шестое – это более быстрое восстановление картинки после пропажи сигнала. На аналоге она восстанавливается моментально, а на цифре есть некоторый такой лаг. А также постоянная задержка. У цифры при пропадании сигнала, при ухудшении сигнала сначала возрастает задержка и падает битрейт, а потом пропадает картинка. У аналога просто появляется шум, но никакого замедления картинки нет. И седьмой, наверное, плюс, на мой взгляд, это большой выбор приемников, передатчиков, всевозможных антенн, всевозможного усиления направленности и так далее. Минус, пожалуй, только один – качество картинки морально устарело к 2022 году, и его улучшение не предвидится. Поскольку никакие особо разработки не ведутся в области аналога, все используют древние-древние чипы, которые передают аналоговые видео. Единственное, что усовершенствуются технологии смарт-аудио и прочие. А сама среда передачи не совершенствуется. Ну что ж, с аналогом закончили, перейдем к цифре. Начнем с плюса цифры. Первое – это более детальная и качественная картинка в разрешении HD 720p, либо HD 1080p. Второе – говорят, что у цифры более высокая пробивная способность. Но я пока что не заметил. На кваде я сильно не летаю на цифре, чтобы между деревьев оценить. А на самолете… Так же картинка теряется, какие на аналоге, когда далеко залетаешь, либо залетаешь далеко за препятствия. Были случаи, когда я залетал там за гору. Пропадает картинка, и все. Ничего не сделать. А так же плюс цифры – то, что качественная картинка держится до самого конца. То есть там, где на аналоге у вас еще будут шумы какие-то, я не знаю, непонятные, до цифры будет четкая картинка. И только потом будет понижаться битрейд, то есть вы будете видеть эту всю пикселизацию, будет увеличиться держка, подлагивания такие вы заметите. Ну это когда уже прям совсем все плохо, когда уже нужно нажимать RTL в этот момент. Потому что дальше вы потеряете просто можете всю картинку. Вот. А в аналоге у вас будут шумы. Вот. Это тоже плюс. Перед тем, как перейти к минусам цифры, предлагаю подписаться на канал, если еще не подписаны, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Ну, а теперь, собственно, переходим к минусам. Минусы. Цифры, на мой взгляд. А их тоже, как оказывается, немало. Первое – это то, что теряется аналоговая ОСД. И это, на самом деле, важная проблема. Потому что на аналоговом ОСД там больше функционал, можно больше информации вывести на цифре весьма куцые ОСД. Но, в принципе, оно достаточное. 99% пользователей. Также теряется возможность настраивать какие-то параметры полетного контроллера через ОСД. Например, там в Betaflight есть такая функция, в World of Pylote тоже, по-моему, появилась такая функция. Но я не проверял ее просто. Несомненно, более высокая цена. Цена выше, чем за аналог. Как ни крути. Более высокий вес сетапа. Те же Air Units и даже Caddx Vist по-любому весят тяжелее, чем аналоговые видеопередатчики. Потому что там есть передатчики вообще миниатюрные. Двух-трехграммовые для вупчиков всяких разных. Там 25-милливаттные. DJI, самый легкий, это Vista. Да, она легкая, но относительно аналог, она тяжелая. И четвертый минус, это непостоянная задержка. Опять же, при ухудшении сигнала возрастает задержка. И пилотам квадов это может приносить определенный дискомфорт. Ну, а нам, самолетчикам, это в принципе, поскольку нам главное кайф получать. Теперь, когда я вам рассказал про плюсы и минусы этих систем, можно перейти к практике. Собственно, почему я же перешел на цифру? Перешел я, собственно, по одной единственной причине. Потому что FPV это получение кайфа от полета. А что нужно для максимального кайфа от полета? Максимально качественная картинка. А, собственно, цифра и позволяет получать самую качественную картинку. Поэтому я перешел на цифру. Но, словно многом я не расстался. Теперь поговорим о том, что существует в цифровом мире. А, существует там тоже немало. Естественно, первое это DJI FPV, то, на чем я сейчас летаю. Вы не думаете, что рекламирую DJI FPV? Нет, нет, мне никто не за это не заплатил. Я сам купил на эти свои кровные. Поэтому это просто констатация факта. Второе, OpenHD или всякие разные там форки, типа EZ Wi-Fi Broadcast. Да, я знаю, знаю, что изначально был EZ Wi-Fi Broadcast, потом OpenHD. И потом еще появились коммерческие, типа там CUI, вот эти вот все. Но сейчас параллельно, в основном развивается OpenHD, а EZ там перед китаец. И, по сути, EZ стал форком OpenHD или как там. Ну, короче, он существует отдельно и весьма такой закрытый. То есть китаец не публикует исходные коды, а только пилит закрытые прошивки. И дает их всем желающим. Про Ruby я, по-моему, тоже упомянул. Это закрытая прошивка тоже. Пилит, по-моему, итальянец или француз. Не помню, там какой-то оттуда, с Европы, откуда этот парень. Тоже интересная прошивка. Там управление прям сразу с кнопочек через меню. Менюшка похожа на DJI, но... Интересный такой проект, но я его не щупал, потому что он работает на третьей малине, а у меня была четвертая малина, которую я продал. Поэтому OpenHD пока. И третий класс систем это SharkBite и HD Zero. Про них я мало что знаю, поэтому не буду про них вообще ничего говорить, чтобы не набрать. Скажу, что, судя по всему, эти системы больше подходят для гонщиков. Вот и все. Потому что там, по-моему, задержка более стабильная, как на аналоге, но зато шумы чаще пролазят, как аналоговые. Какой-то гибрид таких аналоговых цифровых шумов. До картинки DJI, по-моему, оно не дотягивает. Также из плюсов там, по-моему, OSD-шка почти как аналоговая. Какой-то Canvas Mode разрабатывается, что позволяет там полетнику напрямую отрисовывать OSD-шку на цифре. И вот оно работает с HD Zero. Но с DJI, по-моему, тоже что-то пытаются сделать. Canvas Mode. Но пока тишина. Может быть, тоже сделают. Поэтому говорить я буду только про DJI и OpenHD, потому что я их щупал, я на них летал. DJI и FPV-система, это, по сути, система все в одном. То есть вы покупаете шлем, покупаете передатчик, AirUnit, либо Vista. И, собственно, все. Вы их дружите между собой, и можно летать. А, ну да, там нужно подключить к полетному контроллеру по RX-TX, по UART-у, настроить полетный контроллер, чтобы он передавал телеметрию на AirUnit, и вы могли видеть OSD-шку на очках. И, собственно, все. Шикарное качество картинки. Большой сейчас выбор камер появился для DJI. От дневных, ночных, от дорогих. Не было Pro и дешевых, какашечных. Не было Nano. У меня две камеры, получается, оригинальные DJI и одна Cadex Polar. По картинке, мне даже больше нравится Polar, потому что картинка более такая мягкая, более какая-то синематик. Еще картинка более приятная. DJI, она какая-то более резкая. И, конечно, блин, настроить можно, чтобы не было такой резкости. Я что-то не настраивал вообще, как подключил, так и летаю. Не резкость ничего настраивал. На оригинальной камере DJI картинка такая более резкая и более холодная. А на Polar камере более теплая и такая немножко размытая, более приятная на вид. Из минусов, пожалуй, DJI-система. Это бедная OSD. Ну, цена, не буду говорить, что это минус. Это надо просто принять и простить. Достаточно бедная OSD, но, в принципе, достаточно для 99% летчиков. И еще один довольно-таки важный минус. Это программное ограничение в 13 километров. То есть даже самый крутой, я не знаю, антенной вы не улетите далее 13 километров. Это программное ограничение. Это вот косяк для тех, кто любит ставить рекорды. Им эта система не пойдет категорически. Open HD. Open HD. Я попробовал Open HD, да, на таких вот малиночках. Снимал про это видео с маленько... причемокивающим звуком. Многим этот звук мой не понравился. Ну, простите, такое видео получилось. Переделывать его уже нет возможности. Да, я его попробовал. Слетал на 2 километра примерно. Вот он, пруф этого видео. Да, оно весьма лагающее. Но это больше именно как пруф, что я действительно слетал, что я не просто теоретик, который купил вот это вот все, как некоторые. Не буду пока с пальцами. Выложил видео и убрал в ящик. Нет, перед тем, как убрать в ящик, я еще слетал. На таких модемах, то есть я из коробки слетал на 2 километра. В принципе, по уровню сигнала было видно, что можно лететь дальше, но там дул очень сильный ветер, километров 20-30 в час. Я просто не решился. На видео там все лагает, но я летел по этому шлему Cobra X, подключал по HDMI, и как бы картинка была нормальная, хорошая. Что же меня оттолкнуло в этом? Open HD. Конечно, это все вот эти вот свисающие провода. То есть там нужно подключиться проводами к малине, вот так вот. Не сломать эти провода, коннекторы во время подключения, в поле ничего не забыть дома, потому что куча проводов, куча таких разных там малин, антенн и так далее. Те же самые вот эти свистки, адаптеры, штатив. Короче, ты там в поле раскладываешься какого-нибудь, я не знаю, оператора БПЛА. В отличие от DJI, когда просто подел шлем и все, и полетел. То есть меня остановило, по сути, только вот это. Нет у меня сильно возможности долго готовиться к полетам. Мне нужна какая-то такая более оперативная система, именно просто для кайфа полета. Также использовал вот такую вот камеру Xiaomi в качестве курсовой, и с нее выводил картинку на OpenHD. И, конечно же, эта камера уже устарела в 2022 году окончательно и бесповоротно, и по картинке она выступает очень сильно DJI камерам. Качество картинки было тоже хуже, чем на DJI. Да, если поставить какую-то современную камеру, которая будет выдавать качественную картинку по HDMI, или там IP какую-то камеру. Но с IP камерами тоже какие-то проблемы. После какого-то времени задержка очень сильно увеличивается, и я не знаю, исправили ли или нет эту проблему, я перестал следить за этим проектом. Собственно, чтобы получить картинку, как у DJI, по сути, придется купить камеру по цене, как у DJI, что тоже не становится дешевым проектом. Также задержка на OpenHD гораздо больше, чем на DJI и FPV. Если на DJI 26-27 мс, то на OpenHD это 130-140. В лучшем случае, наверное, пожалуй. Особенно, если там Zero используется на стороне полетного контроллера. Для самолетов, в принципе, это не критично абсолютно. Я посадил бинарь в такой даже сильный ветер без проблем. Но для квадов, конечно, мне кажется, это будет очень критично. Особенно, если там какой-то акро будет. Вот приемник HD-шный вам нужен. То есть я покупал Cobra X, потому что у меня были там древние фэтшарки, очки, и я их как раз покупал за делом, потому что у них там есть HDMI-вход, чтобы попробовать OpenHD. То есть это тоже стоит денег. Ну, Cobra X недорогие, относительно недорогой шлем, а вот очки HD-шные, фэтшарки тоже дорогие. Извините, 45 тысяч скользоны стоят. Которые равны по цене, по сути, вот этому вот шлему. В итоге, пожалуй, я нашел только пару плюсов для OpenHD-системы, которые будут критически важны людям, которые, первое, ставят рекорды на дальность, потому что OpenHD позволяет летать так же, как и аналог. Бесконечно далеко дальность ограничена, опять же, вашими финансовыми возможностями и мощностью там. Ну, вашими, конечно же, финансовыми возможностями. Все, финансы упираются, ребята. То есть, бустеры, которые вы можете поставить на передачу, направленными антеннами, которые вы можете поставить с большим усилением, чтобы принимать этот сигнал. То есть, все зависит от этого. Никакого программного ограничения там нет. Сейчас еще выпустили CUI, как я понимаю, это, по сути, тот же самый OpenHD, только в красивой обертке, и все готово. Как DJI подключил и полетел. Там вот есть канал Дениса Прибыткова. По-моему, он снимает обзоры на эту систему. Можете посмотреть. Собственно, все эти факторы склонили меня к покупке DJI FPV. Максимальное удобство использования, максимальное качество картинки, достаточная для меня дальность. Мне рекорды 20-30 км не нужны абсолютно. Мне 5-6 км за глаза. Цена при условии, что используется качественный шлем, качественная камера, качественные, я не знаю, малины. И приближается к цене DJI FPV. Собственно, поэтому я завязал с OpenHD, распродаю весь запас малин и остался на DJI FPV. Если с OpenHD я завязал и весь запас малин постепенно распродаю, то с аналогом я прощаться не собираюсь. Шлем Cobra X я оставил. Во-первых, квад я вернул обратно на аналог. Во-вторых, подрастает сын и, возможно, тоже заинтересуется FPV полетами и этот шлем поначалу перейдет ему. А почему квад я перевел на аналог обратно? Потому что так дешевле и легче. На более дешевом аппарате психологически более проще и свободнее летать, чем на более дорогом. А вот все самолеты я перевел на цифру для получения максимального кайфа от полета. Чего и вам желаю. Надеюсь, это видео кому-то поможет определиться в 2022 году, что купить, аналог или цифру. Обе системы имеют право на жизнь, обе системы имеют свои плюсы и минусы. Я для себя выбор сделал. Осталось сделать выбор вам. Как всегда, если это видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока!